В СУ нанесли ракетный удар по военному полигону российской армии в селе Трудовское Донецкое области утром 20 февраля. В это время там на построении находились 65 военнослужащих РФ, 3 роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады. Все они погибли, количество раненых на данный момент устанавливается, сообщил телеграм-канал Досье шпиона, который ведет сотрудник одной из специальных служб. В зетпабликах публикуют множество фото и видео с погибшими военными. Такой, командиры, всю роту раз... походу четвертая, так она и шестая там, ебаная, там п***а народу. Некоторые из российских военкоров уже обвинили в ударе по полигону генерал-майора Олега Моисеева, командующего 29-й общевойсковой армией. Военкоры пишут, что солдат построили на полигоне неподалеку от линии фронта именно по его приказу. Недавно про прекрасного командира Моисеева даже Соловьев снял репортаж. Уверен, что новоиспеченный герой ДНР сейчас будет защищать своего фронтового друга, но факт останется фактом. Он устроил это построение, он погубил парней. Удар предположительно был нанесен тремя ракетами Хаймарс, пишут российские военкоры, но это неподтвержденная информация. Ни украинские, ни российские власти произошедшее не комментировали. Спустя несколько часов после удара по полигону Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, где речь шла об успехах российской армии. Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. Украинские силы обороны Юга сообщают, что эта информация не соответствует действительности. ВСУ продолжает удерживать занятые позиции, нанося значительные потери армии РФ. А бойцы морской пехоты поделились кадрами, на которых двое солдат РФ бегут по улице Крынок. Рядом видны груды бетона, которые когда-то были зданиями. Россияне повесили свой флаг недалеко от полей, после чего бегом вернулись в лесопосадку. Судя по карте Дипстейт, лес контролирует армия РФ. Также Шойгу отчитался перед Путиным о точечных ударах, которые наносили по Авдеевке. Более 400 каждые сутки. Таких ударов у нас в последние сутки перед покиданием противника на этой территории Авдеевки было примерно 460 каждые сутки. О потерях на поле боя, естественно, не произнес ни слова. Тем временем российский военнослужащий Андрей Морозов покончил с собой из-за того, что военное начальство заставило удалить его из своего телеграм-канала пост о 16 тысячах погибших солдат РФ в боях за Авдеевку. Это следует из предсмертной публикации Морозова. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми знать все самые главные события о войне.